Считают священной фигурой и республиканцы и демократы. Он провел страну через величайший кризис. Он изображен на нашей валюте. Мы воздвигаем ему памятники. Он величайший президент в истории США. Сегодня многие задаются вопросом, был ли Авраам Линкольн геем? В 19 веке для многих мужчин и женщин самыми близкими были отношения с представителями своего пола. Холостые мужчины часто жили вместе, деля одну кровать. Линкольн, вероятно, спал с мужчинами чаще, чем с женщинами. Ученых особенно интригует то, что он делил постель с Джошуа Спидом 4 года. Между этими двумя мужчинами была любовь. Когда собираешь все факты воедино, это поражает. У Линкольна был свой типаж. Смелый, отчаянный. Мы думаем, что такое влечение сразу определяет ориентацию. Отношения Линкольна с женой и его сексуальность были куда сложнее в контексте середины 19 века. Но для политической карьеры было обязательно иметь жену. Дорогой Спид, без тебя мне будет очень одиноко. На веки твой Линкольн. В 19 веке существовала строгая брачная культура. Женись, и все станет возможным. Капитан Дэвид Дерриксон подружился с Линкольном, и когда миссис Элл. Нет дома, спит с ним. Вот это да. Его видели в ночной рубашке президента. Вот вам и явное доказательство. Но к концу 19 века все начало меняться. Фрейд нанес сокрушительный удар по сексуальности, определив жесткие категории. Говорили, что любовь мужчины к мужчине неестественна. Гомосексуальность считалась психическим расстройством. Это было не только неправильно, но и наказуемо. Сегодня Линкольн увидел бы США в особо хрупком состоянии. История важна. Она показывает, кем мы были и кем можем стать. Наследие Линкольна — это стремление к равенству. Мы были у власти. Принятие квир-Линкольна — шаг к принятию всех квир-людей. Он должен вдохновлять нас на достижение истинной демократии. Для всех.